Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анатолий Ливин. Я с вами сегодня хотел бы коротко порассуждать на такую тему, как «Болеют ли верующие в Бога люди?» И ответ однозначно – да, болеют. Почему? И здесь причин много. Мы даже о них не знаем. Иногда Бог скрывает эти причины. Но, конечно же, и верующие люди не следят за своим здоровьем так, как нужно – это одна из причин. Вторая – Бог допускает болезнь для исправления человека, как его физических действий, так и духовных. Есть еще и другие причины, о которых мы можем просто размышлять. Одна из них – это оценка здоровья и проявление сострадания, сочувствия к другим болеющим людям. Я хотел бы сразу перейти к духовной стороне рассмотрения этого вопроса. Это будет Библия. Это будет второе послание апостола Павла Коринфянской церкви, 12 глава, 7 стихом. И там стоит следующее. «И чтобы я, – пишет апостол Павел, – не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть, ангел сатаны удручает меня, чтобы я не превозносился». Итак, в одном стихе дважды упоминается ключевое слово «превозноситься» – гордость. «И вот чтобы апостол Павел не возгордился, Бог допускает немощь в его плоть». Неужели апостол Павел мог бы возгордиться? А вспомните ангела света, который возгордился и стал сатаной. Теперь, в следующем стихе, апостол говорит о том, что он трижды молился Господу о том, чтобы удалил его от меня. Это жало. «Но Господь сказал ему, я читаю дальше, но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Удивительно. Удивительно. Апостол трижды молился, когда ухудшалось состояние его здоровья, хроническая болезнь. И она докучала его, не давала ему возможности двигаться, выполнять свои обязанности, как духовные, так и физические. И он молился трижды. Получил ли он ответ после первой молитвы? Мы не знаем. После второй? Мы не знаем. После третьей? То же мы можем только догадываться. Но Бог определяет и знает каждого человека лучше, чем человек знает себя. И поэтому, рассуждая на тему, болеют ли верующие люди, да. Причины, почему это могут быть духовные, а могут быть обычные физические причины, по которым человек неправильно питается, мало спит, не занимается фитнесом и так далее. Просуждайте вы на эту тему. Я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.